Добрый вечер, с вами снова я и фильм на вечер. На дворе 20-й, конец Первой мировой войны. В Вену возвращается группа солдат, до этого сидевшая в русском добром плену. Его пытали до тех пор, пока он не потерял сознание. Среди солдафонов Петр Перш, в прошлом известный комиссар полиции, не успевший распаковать свои шмотки, как оказался втянут в водоворот серийных и жестоких убийств, потрясших столицу Австрии. Он единственный, кто может раскрыть это дело. Это детективный триллер с налетом Нуара, снятый в интересном виде. Изометрический восторг из кривеных зданий и выгнутых помещений, кривых хуев и попелечных пёзд, отсылающий напрямую к немецкому экспрессионизму. Вы тоже его знали? Крайнер, Бернфельд, Рихтер. Они все мертвы. Получился красивый и фантастический город, при всем своем великолепии. Удучливо давящий мрачными улочками и задравшими к облакам макушками здания. Я ему не верю. Фильм не только о поиске маньяка. Можно сказать, что преступление маньячины выступает второстепенным событием. Хотя им посвящена немалая часть фильма. А основная тема фильма – это потерянное поколение людей. Половина всех жертв приходится на возвратившихся с войны солдат. Солдатики, воевавшие не по своей воле за отечество, отдавшие свои жизни и конечности на поле боя, сидевшие по несколько лет в плену, оказались нахуй никому не нужными у себя на родине. И их ссылают в грязные общаги на окраинах города, будто стыдясь их и полицая, что они вернулись живыми. Можешь вернуться к жизни. К новой жизни. Это страшное и депрессивное время, а война выжигает изнутри. Улицы полны солдатами, не способны вернуться к нормальной жизни и находятся в социуме. Итак, мораль. Если бы вместо войны главы государства осняли свои отношения друг с другом на ринге, в ММА или в боксе, то сохранили бы миллионы жизней. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok